Здравствуйте, меня зовут Людмила Мельник и сегодня мы будем устанавливать контактную форму на фан-страницу Facebook. Заходим на нашу страницу. В строке поиска вверху вводим название приложения. Приложение называется Contact Me. Нам выпадает список приложений. Мы выбираем первое и нажимаем на эту вкладочку. Нас тут же перебрасывает само приложение Contact Me, контактная форма для твоей фан-страницы, Facebook-страницы, и мы нажмем Get Started. И нас спрашивает Facebook, добавить приложение в профиль Людмила Мельник. Добавить. Теперь на нашей странице мы найдем это приложение. Нажимаем на треугольничек приложений и видим, что действительно приложение установилось и нам надо его отредактировать. Нажимаем на карандашик. Выпадает список настроек. Редактировать. И давайте как-то назовем другим словом это приложение. Ну, допустим, свяжитесь. Сохраняем. Ок. И мы видим, как наше приложение изменилось названием. Далее заходим в редактирование настроек. И сейчас мы будем менять нашу картинку. Изменить. Сделаем ее более презентабельной. Загружаем пользовательское изображение. Для этого я заготовила уже картиночку на компьютере размером 111 на 74. И сейчас я ее нахожу. Наше изображение успешно изменилось. Заходим на страницу. Сохраняем. Изменения. Ок. Вот теперь наше приложение имеет замечательный вид. Теперь мы заходим в него для редактирования на самого приложения, самой контактной формы. Нас приветствует приложение. И нам нужно ввести электронный адрес, на который будут приходить из контактной формы сообщения. Я рекомендую вам открыть отдельный ящик для Facebook. Нажимаем Setup Account. И нас выбрасывает уже на саму форму. Вот эти верхние вкладочки, вы все их не увидите. Это только потому, что я админ и мне они видны. И мы нажимаем на следующую вкладку, и нас выбрасывает на редактирование самой формы. Для начала мы изменим язык. С левой стороны мы ставим галочку Change Form Language. Изменить язык формы. И выбираем русский язык. Моментально язык нашей контактной формы меняется на русский. Но он немного... Перевод не очень хороший, скажем так. Поэтому мы сейчас займемся редактированием самой формы. Вместо FIO мы вставим ваше имя. Сохраняем. Вместо электропочты мы вставим ваш имейл. Любое приложение, которое мы устанавливаем, в любом приложении надо ввести какие-то... редактировать какие-нибудь данные. Это форма не исключения. Телефон мы удаляем вообще. Можете оставить. На ваше усмотрение. И сообщения остаются. Вот у нас получилась такая форма. Еще мы с левой стороны видим блок Premium Form Options. Это платный блок. Если у вас платный аккаунт, то вы можете себе позволить изменить, удалить рекламу. Можете настроить автоответчик на отправку сообщений. Можно еще автоматически что-нибудь настроить. Также можно ввести номер мобильного телефона. Но все это касается только платного аккаунта. Что еще мы сделаем? Мы еще можем поставить на контактную форму CAPTCHA в защиту от роботов. Поскольку она на английском языке, нам, наверное, нужно пересохраниться. Давайте сделаем сохранить. И нам показывает строчку, что у нас есть одна контактная форма. И давайте зайдем в новую форму. Вот, кстати, нам выпал премиум аккаунт платный. Предложение от Facebook. Переходим в нашу форму еще разок. И проверяем. Да, действительно, на русском языке введите CAPTCHA. И опять нажимаем сохранить. Далее переходим на нашу страницу с формой. То, что было в самом начале. Обновляем. Пожалуйста, все у нас изменилось. Все очень красиво и современно, я бы сказала, по последним тенденциям. Переходим в наш профиль. Заходим на нашу страничку. Открываем наше приложение. И жмем на свяжитесь. На конвертик. Сегодня мы установили контактную форму на Facebook. Я вам желаю удачи и до новых встреч. и до новых встреч. Пока. Продолжение следует...